Всех приветствую на канале Дмитров Анс, и сегодня у нас одновременно обзор и выведение рачка Артемии Солины. Давно уже не выходили ролики, и вот сейчас я решил такой снять, надеюсь, интересный ролик. Рачок Артемия Солина – это мелкий рачок, обитающий в соленых озерах в Крыму и в других местах. Всего этих озер несколько, не так уж и много, но обитает он там огромной численностью. Артемия – это рачок, который имеет несколько, там три, по-моему, глаза, достигает длины от 1 до 1,5 см, взрослая особь, мальки же вообще там миллиметры. Артемия широко используется в аквариумистике, используется как корм. Её очень легко выводить, и её яйца, то есть или цисты, стоят недорого. Аквариумисты выводят наукли, это самая ранняя, первая стадия Артемии, и кормят им и рыбок. Но у меня Артемия не для корма рыбок. Ну да, у меня нет рыбок, насколько вы, думаю, знаете. В частности, я скормлю несколько Артемий крабу. Ну, я думаю, подпустить определённое количество крабу, и потом посмотреть, как он реагирует. У краба же вода солёная, может, они там размножаться будут. Так, в этом пакетике, как вы могли подумать, находится пыль или что-то типа рыбьего корма. Отчасти это да. Артемия сухая, как видите, написано, это корм для рыб. Это яйца Артемий, или по-научному цисты. Они очень малепусенькие. Настолько, что даже вот я приближаю, и их очень трудно заметить. Они очень легко просыпаются через самые малейшие щели. Вот на самом кончике, видите, там, сейчас сфокусирую, на месте стыка несколько яичек защемнулось. Вот. Думаю, видно более-менее. Ну так вот. Я ими обзавёлся не так давно. И уже два раза закладывал их для выведения. Но все разы это было неудачно. Тогда мне было не до видео, потому что я с ними возилась, и только сейчас я снял видео. Сегодня утром я увидел, что мои Артемии, которые уже были на второй стадии по развитию, практически все погибли. Я уже всех их слил там. Всё, что от них осталось, уж не стал перелавливать всех живых. Оставшихся там их было очень мало. Вот. И сегодня же утром я заложил новую партию Артемий. Рецепт такой. Берётся на литр воды. Вода должна быть обязательно либо профильтрованная, либо из магазина питьевая, негазированная, либо отстоянная. Потому что хлор для Артемий вреден. Хотя с помощью него яйца и декапсулируют, но это не важно. Кстати, декапсулирование – это процесс, при котором шкурку от яйца отделяют. И я так понимаю, есть такие способы, в которых можно это сделать так, что сам рачок даже не повредится. Декапсуляция нужна для того, чтобы рыбы могли уже целые яйца переваривать, чтобы не заморачиваться с разведением рачка. Потому что шкурка у яиц очень, оболочка очень-очень твёрдая. Она выдерживает морозы до минус 190 и температуру до плюс 150. Даже для лучшего их выведения рекомендуют на 5 дней их ставить в морозилку, замораживать. То есть, говорят, это повышает схожесть их, но я это не делал. Ну так вот, я отвлёгся. Берётся литр или банка литровая. Есть, конечно, всякие способы с бутылками, с инкубаторами, но я говорю с самой такой простой. Есть, конечно, ещё способы без инкубаторов. Я как раз первый способ, то есть без аэраторов. Я первый способ пробовала без аэратора, но его не советую, так как вывод там буквально микроскопический. И, ну, проще купить аэратор, который не так дорого стоит. Если у кого есть рыбки, берите на заметку. Ну так вот, берётся банка воды, туда заливаю воды, туда засыпается на каждый литр воды по чайной ложке с горсткой соли. Соль можно и пищевую, главное не едированную, но я использую морскую соль. И всем советую, специально для аквариумов. Конечно, можно, как я уже сказала, столовой, но главное, чтобы она была не едированная, проверьте перед тем, как использовать состав. А лучше просто купите в магазине для аквариумистики обычную морскую соль. Она стоит недорого и послужит, скорее всего, на всю жизнь. У нас вот, мы купили когда-то ещё, когда только покупали краба соль, и до сих пор ещё у нас её полно осталось. Так вот, этих артемий я зарядил сегодня утром. Соль надо тщательно перемешать, после чего добавить артемий. Советую добавлять примерно по чайной ложке с большой горсткой на литр, если нужно много артемий. Конечно, если рыбок мало или ещё по какой-то причине, можно добавить вообще малепусеньку артемий. Но я вывожу их побольше, потому что потом я их перелью в баклажку для воды, покупную из-за магазина. Поэтому я вывожу вот так. Потом кладётся туда аэрация и включается на полную силу. Яйца должны быть постоянно в движении, перемешиваться, чтобы они не оседали на дно. Конечно, когда их очень много, этого не избежать, и всё же определённое количество яиц всё равно сядет на дно, там в одном месте. Но их можно и периодически перемешивать. Но большинство яиц будет в движении, что нам и надо. Через какое-то время яйца треснут, и из них начнёт влезать капсулка. Эта капсулка будет висеть снизу яйца, будет больше яйца. Такие капсулки называются парашютик. Ровно через 24 часа, плюс-минус, это зависит от температуры воды. Если температура по 30 градусов, то через 24 часа, если... То есть по 30, вот, по 30 градусов, то это примерно через 24 часа, даже может поменьше. Если 25 градусов где-то, то через, ну, не знаю, 27-28 часов. Если же температура 20 или менее градусов, они либо вообще не вылупятся, либо вылупятся с малой схожестью только и через долгое время. Могут и нормально вылупиться, но только это будет уже очень долго, как говорится. Кстати, кто заметил, я пытался рисовать насекомых, да уж не очень хорошо. Я муравьёв рисую, согласен. Ну, так вот. Яйца должны быть в полном движении. Вот, как видите, там идёт такое бурление, перемешивание. Вот то, что нам и нужно. Вот. Но, чтобы вам было всё видно наглядней, я решил... Вот тут небольшая баночка, здесь уже солёная вода как надо. Я решил наглядно показать и зарядить небольшую баночку с артемиями. Сейчас установлю как-нибудь планшет, чтобы открыть её. Этих артемий я потом, может, подпущу храбу, может ещё что-то сделать. Но просто захотелось немного маленькое количество артемий развести. Вот. Это уже, как я уже сказала, солёная вода. Здесь мы их будем без аэрации разводить, потому что здесь их очень мало будет. И они вполне себе могут просто остаться на поверхности. Ну, так вот. Сейчас я помещу туда артемий. Как бы, тут настолько малюпусенькая баночка, вот, по сравнению с моей рукой. Ну, не знаю, сколько вот. Линейка. Сейчас. 10 сантиметров... Ну, 9 с чем-то сантиметров в высоту, без-минус. Но воды я в неё налил вообще, вон, сколько там, 6 с половиной сантиметров где-то. Поэтому мало. Открываем пакетик. И аккуратненько, аккуратненько я высыпаю на глазок. Ну, когда много, сейчас я высыплю на глаз, а когда я высыпаю в больших количествах, я пользуюсь ложечкой чайной. Советую всем пользоваться чайной. Лучше не досыпать, чем пересыпать в этом деле. Вот. И аккуратненько, аккуратненько добавляем туда. Вот. Всё, думаю, хватит. Вот они там уже оседать начинают. А это не есть хорошо. Ну, вот те, которые останутся на поверхности, проклюнутся, думаю. Вот те, которые уйдут на дно, не знаю. Вот. Этих я, скорее всего, к крабу подпущу сейчас. Можно взболтать, всё равно осядут. Ну, как? Что всплывёт, то всплывёт. Что осядут, то осядут. Как бы не бойтесь перемешивать. Те, которые осядут, они осядут по-любому. Просто так вы сделаете это побыстрее. Те, которые всплывут, они всплывут с любой глубины. И без разницы. Поэтому странно кажется, что там уже рачки. Но нет. Когда рачки вылупятся, я уже выключу аэрацию. Всё это осядет на дно. Я как-нибудь аккуратненько уберу цисты со дна. И будут жить там рачки. Рачков я вывожу уже какой раз? Самый-самый первый раз. Их вывелось очень мало. И я их уже там... Короче говоря. Их очень было мало. И я в итоге их слил. Потому что их там вообще было мизерное количество. Также в одно время примерно с этим я заложил ещё один стакан. В другом стакане не погибли попытки накормить дрожжами. Дрожжами их. А кормить их надо дрожжами. Надо дрожжи развести в воде. А потом немножко вылить. Либо же водорослями. Рекомендую водорослями. Хотя сам их не кормил. Водоросли выращивать муторно для них. Микроводоросли. Но об этом вы в интернете почитаете. В интернете почитаете. Поэтому тут как бы это... Я уже ничего сказать не могу. Ну, конечно могу, но это будет слишком долго. Видео и так получается достаточно длинное. Ну, так вот. Второй... Вторых я вывел уже до большого количества. И буквально вот вчера вечером... То есть позавчера я им дал дрожжи. И всё было нормально. Вчера я им дал варёный измельчённый шпинат. И вот вчера вечером я отключила аэрацию на некоторое время. Я хотела проверить, как они будут жить без аэрации. А они начали оседать. Я подумала, что это из аэрации. Потому что такое уже было, когда они... Пока у меня не было дома, они все осели. И потом... Если вовремя не включили бы аэратор, То они бы все так и погибли. Потому что они на дне лежали слоем, Как мне рассказывали, бездыханно. Но когда включили аэратор, Примерно через полчаса не очухались. Я срочно включаю аэратор. Всю ночь он у меня бурлит там. А это была огромная баклага. Большая баклага от воды. Там их всё равно было достаточно много. Я бы сказала, очень много. Но они пропадали постепенно, их становилось меньше. И вдруг я увидел, что просто... Большинство оставшихся артемий лежит на дне бездыханно. Я всё, что осталось, просеял. Это остатки цист, мёртвых артемий. Там остатки живых я уже соскоблил и заморозил. Потом пригодился, может, для чего. Сегодня же утром, когда я всё это увидел, я сразу разобрал флягу, всю воду скачал, всё это просеял, вылил, заварил новую воду. И сегодня же утром поставил бурлить бурлилку. Вот что там с нашими яйцами. Как видите, часть яиц засыпала, то есть застыла в таком парении. Часть, ну, на камере это выглядело очень много, но на самом деле там очень мало, достаточно мало. На дне засела, просто дно выпукло, и на камере кажется, что много, но нет. И вот, как я вижу, примерно половину, четверть застыла, вот так вот, и ещё немного вот здесь, на дне. А половина вот эта осталась наверху, поэтому, скорее всего, вылупятся те, которые наверху. Вот эти вот, ну, может, какие-то из нижних, хотя это уже они очень маленькая схожая. Вот я вам показала всё наглядно, конечно, я не советую без аэрации, но... Вот видите, я взболтала, там, не знаю, видно, не видно, а не ко дну, часть пошла ко дну, вот тут и вид так. Ну, короче, я показала всё наглядно. Конечно, есть другие варианты, там из бутылок что-то городить, заморачиваться, но там тоже без компрессора не обойдёшься, и не знамо, что ещё легче. Просто, может, лишь к чебанку отыскать, чем там городить. Ещё Артемии очень любят свет. Они знают, что водоросли плывут на свет, и поэтому сами всплываются на свет в поисках водорослей. Поэтому, если вы их хотите приманить к какому-то краю, чтобы, например, набрать пипетку для кормления рыбы... Кстати, если рыбки у вас живут в пресной воде, лучше Артемии сначала промыть, а потом уже запустить. Но имейте в виду, в пресной воде Артемии живут не больше шести часов. Также рекомендуется выращивать их при той температуре, при той, которой вы будете их скармливать. Если у вас вода солёная, как у меня с крабом, то вы смело можете лить Артемии, и... Ну, тут тоже надо их вовремя убрать, чтобы они, если, конечно, вы не хотите, чтобы они там выросли и фильтровали воду. Хотя они достаточно хороший фильтратор, они будут убирать бактерии из воды, микроводоросли, и, возможно, даже это. Крупные рыбы, конечно, и больших съедят Артемии, но, как правило, мальков Артемии используют для корма совсем мелких или новорождённых рыбок, потому что их... они мягкие и очень-очень маленькие. Ну, так вот. Вот я вам показала наглядно, как надо выводить Артемии. Более-менее про них рассказал. Я уже пытался крабу давать Артемии, маленьких, подселять к нему, но они тоже куда-то пропали. Ну, вот. Такое вот получилось видео. Кстати, хочу вам сказать, так сказать, одно из следующего видео. Мои животные, особенности муравьи, очень хорошо размножаются. Появился первый рабочий матки татрамориумов. Наконец-то! Наконец-то размножаются лазиусумбратус. Появилась огромная груда яиц в новых рейкарии. И японикусы, как и умбратусы, хорошо вышли из зимовки, и у них очень хорошо начинают развиваться личинки. Самка уже... некоторые личинки уже отклеились из общего кучи. Самка отложила огромный пакет яиц, а одна самая большая личинка уже вот-вот окуклится. Вчера, кстати, я обнаружила, что один из японикусов, он был склеившийся. Я ему дал таракана, он, видимо, испачкался, вот, соки таракана. И в итоге склеился. Я его помыл, но в итоге, когда я его оттирал, у него половинка задней лапки упала. Но вроде бы он уже всё высох, восстановился и бегает, как другие. Для муравьев такая травма, как потеря половинки, да ещё и задней лапки. Ну, она, конечно, на них сказывается. Ну, смотря какой это муравей. Вот. Но всё равно ничего такого сильно существенного не будет. Потому что сам в остальном муравей полностью здоров. Может, у него ещё лапа передняя, по-моему, немного повреждена. Но насчёт этого не знаю. И что-то там... Ну, это уже, как сказать, я не могу на 100% сказать. Так что ждите следующего видео. Там мы всё подробно уже и разберём. Сегодняшнее видео получилось достаточно длинным. Но даже если вы будете проматывать, посмотрите, пожалуйста, самые важные моменты. Думаю, для аквариумистов достаточно будет это интересно. Да и для аквариумистов. Думаю, если Артемию помыть, её можно скормить муравьям, как Гомаруса. Ну, конечно, только перед этим помойте. Как я уже сказала, она обитает в солёной воде. Ну, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!